Риски, связанные с затяжной низкой инфляцией и неравномерностью экономического восстановления в еврозоне, продолжают убеждать инвесторов в том, что Центробанк на сегодняшнем заседании вновь заявит об ослаблении монетарной политики и дополнительных мерах, направленных на стимулирование экономики. В этих условиях курс единой европейской валюты на вчерашних торгах возобновил нисходящую динамику и к началу американской сессии достиг уровня 1,3568. Дальнейшему укреплению доллара и падению единой валюты способствовал отчет агентства ADP по занятости в частном секторе американской экономики, продемонстрировавшей увеличение рабочих мест до 238 тысяч против ожидаемого роста в 200 тысяч. Такая динамика еще раз подтвердила инвесторов, что ФРС продолжит сокращение финансовых вливаний в экономику США. И если не случится ничего экстраординарного, завершит программа стимулирования до конца 2014 года, как и планировалось ранее. На этом фоне курс пары снизился до минимального дневного уровня на отметке 1,3553, а затем завершил торговлю незначительным откатом к ценовой отметке 1,3575. В нашем прогнозе на четверг предполагаем первоначальное боковое движение пары в диапазоне 1,3588-1,3530, а затем продолжение и завершение коррекционного подъема ориентировочно в ценовой зоне 1,3655-1,3670. Далее ожидаем снижение евро-доллара к целевым уровням 1,3622-1,3600-1,3570-1,3540. На торгах в среду британский фунт вырос до максимального четырехнедельного уровня на фоне новых признаков усиления экономического роста, подогревших в спекуляции о том, что Великобритания по темпам роста опередит в этом году своих европейских партнеров. Таким образом, фунт-доллар продолжает корректировать свое предыдущее падение, сохраняя при этом потенциал дальнейшего роста валюты в ценовую зону 1,6475-1,6520. До сегодняшнего заседания Банка Англии валюта, скорее всего, продемонстрирует боковой характер торговли. Тем не менее, ценовая динамика может измениться и возобновить рост в случае выхода позитивной статистики по внешнеторговому балансу. Далее по итогам заседания ожидаем завершение подъема, разворот и возобновление снижения британского фунта к целевым уровням 1,6427, 1,64, 1,6374 и, возможно, к 1,6340. В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажется решение Банка Англии и Европейского Центрального банка по основным процентным ставкам и сопроводительные заявления к решениям. Изменения здесь не ожидаются. Нормативы ставок будут сохранены на прежних уровнях. Британский фунт – 0,5%, евро – 0,25%. Кроме того, Банк Англии по всей вероятности сохранит на прежнем уровне и объем покупок активов – 375 млрд фунтов стерлингов. В этот же день состоится и ежемесячная пресс-конференция президента Европейского Центрального банка Марио Драги. А в блоке экономической статистики четверга Великобритания опубликуют итоговые показатели баланса внешней торговли за ноябрь. В еврозоне будут опубликованы индикаторы потребительской и экономической уверенности в промышленном секторе и сфере услуг. В Германии выйдут данные по объему промышленного производства. А в американской статистике будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.